План лекции Первый вопрос – принципы и технологии имманентного анализа. Второй вопрос – уровни анализа художественного текста – идейно-образный, стилистический, фонический. И третий вопрос – образцы имманентного анализа, представленные в работах Гаспарова. Давайте для начала вспомним, какие существуют виды анализа художественного текста. По Борисовой мы выделяли семь таких разновидностей. Это интертекстуальный анализ, имманентный анализ, целостный, структурный, композиционный, лингво-стилистический и комплексный или филологический анализ. Ведущим методом, позволяющим обеспечить целостность и системность подхода к художественному тексту, является метод имманентного анализа литературного произведения. Исследователь Лео Шпицер говорил, чтение, внимательное чтение – вот единственный прием моего ремесла. И понятие имманентного анализа ввел в науку филологическую именно этот ученый Лео Шпицер. Имманентный подход к языку художественного произведения, согласно Шпицеру, состоит в том, что при анализе стиля следует оставаться в пределах литературного памятника. В то время как априорные эстетические представления филолога, географическая картина, критика, изучение биографических материалов, влияние прежних текстов и тому подобное, не в состоянии вскрыть значение и действия художественного произведения, находящегося в самом себе. Также необходимо обратить внимание на словарь иностранных слов, в котором определяется слово имманентный как внутренне присущий какому-либо предмету, явлению, проистекающий из его природы. Для авторов толкового словаря русского языка под редакцией Ушакова имманентный – это присущий природе самого предмета, обусловленный ею, независимо от внешних воздействий. Само понятие имманентного анализа крайне противоречиво, поскольку анализ предполагает рассмотрение текста в его частях, а имманентность осознается как некая целостность. В литературоведении всегда подчеркивалось, что имманентность определяется независимостью прежде всего от социальной действительности, от закономерности общественно-исторического движения. И применительно к художественному тексту имманентный анализ ставит своей целью целостное рассмотрение образно-стилистической системы произведения, характеристику семантика ассоциативных взаимоотношений между языковыми единицами в контексте писателя, определение тех приращений смысла, которые появляются в значении слов под влиянием контекста. Имманентный анализ противопоставляется, как правило, контекстуальному. Имманентный направлен на сам текст, контекстуальный же на обнаружение внешних контекстов. В частности, об этом говорил Гаспаров. Он считает, что имманентный анализ противопоставляется интертекстуальному. Имманентный анализ, пишет он, анализ, не выходящий за пределы материала данного стихотворения. Анализ интертекстуальный, учитывающий сторонний материал, подтекстовые отсылки к другим стихам, черновые варианты, оригиналы для переводов и объекты для пародии, биографический фон, автокомментарии, отклики современников и т.д. Имманентный анализ – это область теоретической поэтики, интертекстуальной, в сравнении одного стихотворения, предположим, с предшествующей традицией, это область уже не науки, а критики, дела индивидуального или группового вкуса. Безусловно, открытым остается вопрос о том, как происходит процесс усвоения имманентностью, интертекстуальности и наоборот. В этом смысле в силу вступает взгляд на литературное произведение как на отправную точку некоторого процесса, а не как на конечный пункт или продукт тех или иных процессов. Имманентными в большей степени являются формальный анализ, структурный и так называемое медленное чтение. В школьном варианте имманентный анализ – это прежде всего анализ, не выходящий за пределы данного стихотворения. Он может быть реализован как в условиях формального, так и структурного анализа, равно как и в условиях медленного чтения. Либо могут быть использованы операционные принципы всех названных типов анализа. Основным операционным принципом формального анализа является выделение поэтического приема и объяснение его эстетической функции структурного обнаружения со- и противопоставительных отношений между элементами структуры на разных уровнях текста. В основе медленного чтения статарный принцип – остановка. Читатель делает остановку после каждой фразы, строки или страфы и дает себе отчет, какую она ему дала новую информацию и как перестроила старую информацию. Авторы методик имманентного чтения большое внимание уделяют анализу композиции поэтического текста, обнаружению эстетически действенных элементов на разных уровнях текста. Как известно, Жермунский и Лотман выделяют фонетические, метрические, морфолого-грамматические, синтаксические, лексико-семантические уровни в пределах поэтического текста. Методика имманентного анализа хорошо представлена в работах Гаспарова, видного русского филолога, теоретика литературы блестящего стиховеда. Гаспаров считает, что эстетически действенные элементы выслеживаются на трех уровнях и шести подуровнях строения произведения. Такой анализ не выходит за пределы того, о чем прямо сказано в тексте. Контекст при этом не учитывается. Для понимания текста не привлекаются ни биографические сведения об авторе, ни исторические факты, ни сопоставления с другими текстами. Как писал Гаспаров, начинать нужно с взгляда на текст и только на текст, и лишь потом, по мере необходимости, расширять поле зрения. В частности, исследователь предлагает свою логику анализа художественного текста, выделив в нем три уровня. Первый уровень – идейно-образный, на котором разрабатываются идеи и образы, эмоции и мотивы. Второй уровень – это стилистический, на котором объясняется поэтическая лексика и синтаксис. И третий уровень, который выделяет исследователь – это уровень фонический или звуковой, на котором анализируются такие явления стихотворного языка, как, например, метрика, ритмика, рифма, строфика, звукопись и так далее. На всех уровнях важно заметить, что отличает поэтическую речь от нейтральной. На звуковом и стилистическом уровнях выявить и систематизировать такие необычности сравнительно нетрудно, опираясь на знания о стиховедении и риторике. Труднее передать идейно-образное содержание произведения. Гаспаров советует идейно-образный анализ проводить в три приема. Вначале идти от общего впечатления, замечая то, что больше всего бросается в глаза. Затем от медленного чтения-перечтения фиксирует то, что нового каждая строка или строфа добавляет в понимание текста. И, наконец, от чтения по частям речи, выписывая из текста и группируя тематически, например, все существительные, потом все прилагательные, все глаголы и так далее. Из этих слов затем складывается художественный мир произведения. Поскольку вам предстоит сделать анализ имманентный в рамках практического занятия, поэтому еще раз вспомните, какой художественный мир складывается, например, из существительных. То есть это предметно-понятийный состав. Из прилагательных чувственная эмоциональная окраска. Из глаголов действия и состояния. Имманентный анализ – это прежде всего, безусловно, анализ языковой. Так как имманентная сущность литературы определяется ее материалом. Важным условием для реализации задач имманентного анализа является осознание особенностей поэтического текста, в отличие от прозаического. И Гаспаров, вот еще раз возвращаясь к первому уровню, который выделяет Гаспаров, он советует этот анализ проводить в три приема. Идти вначале от общего впечатления. То есть то, что мы выше сказали, замечает то, что больше всего бросается в глаза. Затем от медленного чтения-перечтения фиксирует то, что нового добавляет каждая страфа в понимание текста. И от чтения по частям речи выписываясь тексты, группируя тематически сначала все существительные, потом прилагательные и глаголы. И вот таким образом вам нужно провести анализ тех стихотворений, которые представлены в заданиях практического занятия. По мнению исследователя Бориса Бобылева, общий метод имманентного анализа предполагает использование частных методов, в числе которых он называет как раз-таки построчный анализ художественного текста, метод филологического круга, стилистический эксперимент, метод узловых точек. И в частности вот суть методики построчного анализа состоит в последовательном, пофазном разборе текста с возможностью возвращения назад и подчеркиванием различного рода сцеплений с конечным объединением результатов тех фрагментов содержания, которые удается сформулировать. Вместе с тем построчный анализ эффективен только при разборе небольших текстов, в первую очередь лирических стихотворений, но практически неприменим при изучении произведений значительного объема прозаических и драматургических текстов, поэм, баллад и так далее. Отсюда возникает необходимость поиска интенсивной методики, которая позволила бы достигнуть экономности анализа и вместе с тем обеспечивала бы целостность подхода к художественному тексту. Решить эти две трудносовместимые задачи помогает методика филологического круга, предложенная Лео Шпицером. Суть данной методики заключается как раз таки в использовании, вот включает в себя данная методика два этапа анализа, индуктивный и дедуктивный. На первом индуктивном этапе анализа исследователь художественного произведения сосредоточивает внимание на какой-то необычной языковой особенности или художественной детали. Это может быть яркая метафора, нарушение законов грамматической и лексической сочетаемости, звукопись, синтаксический параллелизм и другое. Затем ищется объяснение, замеченным отклонением от нормы, проверяется, не поддержаны ли они другими выразительными средствами. После этого выдвигается некоторое общее положение, гипотеза об идейно-эстетической обусловленности целого. Следующий дедуктивный этап анализа состоит в проверке и конкретизации выдвинутой гипотезы путем выделения языковых черт различного уровня, определения их системной взаимосвязи и взаимообусловленности. В результате выдвинутые общее положение принимается, дополняется или опровергается. В последнем случае выдвигается новая гипотеза. Ваша задача заключается в том, чтобы в рамках практического занятия продемонстрировать данную гипотезу.